Мастера и мастерицы И было очень-очень много вопросов по поводу вязания на заказ и по поводу стоимости своей, как оценить свою работу. Я вам поэтому решила в этом видео ответить параллельно на эти два вопроса. Ну, вязание на заказ. Да, я на заказ вяжу очень-очень давно. Тут я как-то стала вспоминать, что, наверное, первый заказ я взяла лет 25 назад. Это не считая те заказы, которые раньше я там вязала для друг, для знакомых, ну, для близких, для своих. И, как-то, я очень рада, что сейчас отношение к ручному труду кардинально изменилось. Если раньше какая-то работа могла оцениться, там, шоколадкой вам могли там за работу отдать или коробкой конфет, хотя, ну, коробка конфет тоже в то время ценилась и была дефицитом, то есть было очень-очень приятно, но тем не менее, сейчас цена ручной работы совершенно другая. Я еще раз повторюсь, то есть я очень рада. Почему раньше относились вот именно так? По-моему, конечно, я не хочу никого обидеть. Раньше считалась ручная работа – это как признак бедности. Да, если у человека нет денег, чтобы пойти в магазин и купить свитер, платье, кофту, то что ему оставалось делать? Брать спицы и пряжу, и вязать для себя. Вы сами понимаете, если такое отношение к ручной работе, значит, соответственно, за что там можно было платить? Поэтому и стоимость была, как говорится, неравноценная затраченному труду. Сейчас отношение совершенно другое. Ручная работа считается это эксклюзивная вещь. Ее очень ценят. Люди понимают, что такую вещь ты не купишь. Она будет только у тебя. Будет прекрасно, например, сидеть на тебе, будет подходить тебе. И ты будешь эту вещь носить не год и не два. И уже как-то мода на вязаные вещи. Мода, она, как правило, не подвластна. Что всегда ручная работа – это ручная работа. И поэтому, соответственно, конечно, и стоимость сейчас намного выше. И вот мы как-то, в первую очередь, я и хочу вас призвать, девочки, что если вы начинаете вязать на заказ, то цените свою работу. Цените свой труд. Если вы будете ценить, тогда и заказчик будет ценить и будет, соответственно, вам платить за вашу работу. И уже второй, как-то, сразу вытекающий отсюда, что это вязание – это работа. Работа кропотливая. Работа, требующая, как-то, усилий, требующая времени. Не надо, чтобы к вам относились даже ваши близкие или там кто-то, что считаешь. О, ты же дома сидишь. Вы не сидите, девочки, дома. Вы работаете. Когда ваше окружение поймёт, что вы работаете, а не сидите, тогда у вас, само собой, будут совершенно по-другому относиться к вам. Для себя, конечно, лучше разграничить. Это работу и домашние дела. Потому что близкие – это всё равно у нас на самом первом месте. Мы не должны никакими заказами, никакими там срочностью не должны забывать, что в первую очередь мы живём для своих близких. И чтобы вот это у нас не происходило, вы должны хотя бы чётко разграничить то время, которое вы будете посвящать своей работе. Почему я вот именно останавливаюсь на этом моменте? Потому что это вот на те грабли, которые я наступала, девочки, и не раз, и не два. Которые в конечном результате приводили меня к печальному результату. То есть как в семейных отношениях, что не всякаться, и как в здоровье. Поэтому, когда вы выбираете для себя время, считаете, например, что вот с восьми, пускай там до пяти вечера, вы вяжете. То есть вы работаете. А уже в другое время вы занимаетесь домашними делами. Вы гуляете, вы отдыхаете. И уже исходя из этого, вам будет легче сориентироваться по поводу заказов. Заказов. Сначала я хочу остановиться заказом. Где вообще-то ищут заказчиков? Да, заказчиков, конечно, кажется, достаточно легко найти. Не думайте, что, ой, если вы хорошо вяжете, что у вас это проблема. Нет, с этим проблем, по-моему, никогда не бывает. Вот ко мне, например, очень часто подходят на улице, спрашивают. А вот у вас шапка, например, а у вас варежки. А вы свяжете? А сколько это стоит? И не стесняйтесь сразу отказываться. Иногда вот из таких мимолетных встреч складываются достаточно долговременные сотрудничества. Потому что у меня есть несколько таких клиентов, с которыми мы знакомились практически на улице. И я вижу им на протяжении многих лет. Соцсети. Да, и в Одноклассниках, и в Инстаграме, и ВКонтакте. Здесь можно найти заказчиков. Потом есть несколько платформ, которые рекламируют мастеров, которые занимаются ручной работой. Вот у меня, например, магазинчик есть на ярмарке мастеров. То есть мы нашли с вами заказчика и начинаем с ним уже непосредственно оговаривать условия нашего заказа. Заказчик нам говорит или показывает то, что он хочет у себя иметь. Мы уже рассматриваем и предлагаем ему непосредственно какие-то варианты. В каком смысле? Давайте, как-то на небольшом шапка. Он нам показывает, присылает там фотографию, если, например, или из ваших уже вещей, которые вы связали. Или из интернета показывает, например, вот он хочет такую шапку. Непосредственно, как правило, он и указывает цвет, из которого хотел бы связать. Но, извините, например, он может там сказать цвет, ну, пускай там желтый. Но ведь желтый – это такое понятие, что столько оттенков. Поэтому вы уже должны уточнить, какой оттенок его интересует. Если у вас есть пряжа в наличии, вы просто-напросто показываете эту цветовую гамму. И непосредственно он уже выбирает. Если нет, то лучше попросить и сказать, чтобы он показал именно, какой оттенок он бы хотел. Чтобы в конечном итоге не получилось так, что заказчик получил, а понятие цвета у вас разительно отличается вдруг от ваших понятий. Я хочу именно на своем опыте рассказать, как я все вот это делаю. То есть, да, пряжа, как правило, у меня всегда в наличии. Я показываю пряжу. Сейчас здесь, ну, сейчас очень, конечно, выручает, что есть такая функция, как можно отснять видео и показать. Потому что при фотографии иногда цвет искажается. Ну, при видео тоже, но, например, я показываю пряжу, сразу же показываю, там, бирочку, то есть, чья фирма, какой состав и номер цвета. Это номер цвета для того, чтобы, если вдруг заказчик засомневался, я могу найти где-то на сайте, в каком-то интернет-магазине, где я покупала, и отправить непосредственно ему этот цвет. Я показала цвет, он посмотрел, его этот цвет устроил, и мы уже, то есть, все остановились. Вот этот цвет. С цветом мы определились. С размером. Размер это тоже. Иногда, вот знаете, есть стандартная таблица. То есть, стандартная таблица у меня, например, на определенную модель есть стандартная таблица. Ну, вот, например, там, на шапке это, да, голова, а особенно, когда для детей стандартная таблица. Там, вязание комбинезона. Я уже, соответственно, показываю, например, возраст от нуля до трех месяцев. Там, в этой, как говорится, в таблице указаны основные размеры. Это высота проймы, там, длина рукава, длина этих, внутрь, по внутреннему шву, общая длина. Заказчик смотрит и сверяет со своими, как говорится, данными. Поскольку, вот, ребенок, он может быть разный. Кажется, ему всего-то три месяца, а он, например, такой крупный, может, чуть ли не на шесть месяцев размеры. Поэтому, вот, даже вот в этих небольших, вот, в этой разнице, но могут возникнуть проблемы, что человек получит вещь большего или меньшего размера, на которую он рассчитывал. То есть, я отправляю обязательно таблицу с размерами. Он посмотрел, померил, уточнили мы. Это уже по размерам. То есть, мы уточнили сначала с цветом, мы уточнили с размерами. И третий немаловажный вопрос. Это уточнение по времени. Здесь, по времени, почему я хочу именно вас уточнить. Потому что, да, вот, например, как для деток, даже для деток, когда мы вяжем, заказчик тоже хочет получить вещь к какому-то определенному времени. Будь то на выписку из роддома, будь то там на Кристины, там на какую-то юбилейную дату. Все ждут и определенной дате. Поэтому мы должны конкретно уже оговаривать, что, например, я комбинезон свяжу за 10 дней. Плюс мне надо его постирать, чтобы он высох. В конечном итоге 14 дней на выполнение вашего заказа. То есть я, там, вот сегодня первое число, через 14 дней мой заказ, ваш заказ будет готов, и я 15-го числа могу его отправить. Это вы должны четко уточнить. Бывают такие случаи, что, да, вот у вас маленький ребенок, или вы там собираетесь, какие-то у вас или дачные проблемы, или там ребенка надо будет куда-то там, в какую-то поездку. Лучше вот это сразу же уточнить заказчикам. Что, например, я могу выполнить вот это, например, за 2 недели, но я, если вдруг у меня маленький ребенок, может случиться такое, что мой ребенок может заболеть. Или я могу заболеть. Вы должны человека предупредить. Тогда срок моего заказа, вашего заказа, может сдвинуться. Если человек предупрежден, и его это устраивает, тогда можно уже переходить к оформлению заказа. Если нет, тогда лучше этот заказ не брать. Потому что, да, может такое получиться, что вы, чтобы уложиться в эти временные рамки, вам придется вязать или ночью, или рано утром. Это все в конечном итоге может сказаться на вашем здоровье. Я, девочки, прошу вас, берегите себя. Берегите себя в первую очередь не только для себя, а берегите себя для своих детей, для своих близких. И рассчитывайте. Никакое вязание, никакие заказы не стоят вот этого потраченного здоровья. Или вот этих потраченных нервных переживаний, что, ой, я не укладываюсь, мне быстрее, быстрее надо это все связать. Почему я все это говорю, девочки? Потому что я проходила все через это. Очень тяжело, когда, да, заказов много. Я так радовалась. Ой, один заказ, второй, третий заказ. Все, все, я успеваю. Бац, и ребенок заболел. Ребенок заболел, целую ночь он кашляет. Он, например, задыхается. Я от него не могу отойти. Я вместе с ним. Утром ребенок спит. Я не сплю. Значит, я же знаю, мне надо быстрее заказы довязывать. И в конечном получается, что я как белка в колесе, что я заказ дала вовремя. Ребенок, как говорится, идет на поправку, но зато я как выжатый лимон. Но не будем, как говорится, о грустном. То есть вы все договорились, уточнили. И решили, то есть уже у вас заказ. Как правило, даже не как правило, я всегда перед выполнением заказа беру предоплату. Предоплату я беру 50% от стоимости всего заказа. Меня такой вариант устраивает. Я никогда не вяжу без предоплаты. Ну нет, обманываю вас, конечно, вяжу. Но вяжу для очень близких людей. Или для тех заказчиков, с которыми я, как говорится, и не 5, и не 10 лет. Которым я полностью доверяю. Вот слава богу, девочки, у меня за вот это многолетнее время ни разу не было отказов. И ни разу меня ни, как сказать, мои заказчики не подводили. Но вот когда я, например, я читаю и смотрю, что бывает ни один, ни два таких случаев, когда попадаются не очень добросовестные заказчики. Поэтому лучше себя подстраховать. Вам заказчик, например, поплачет пусть не 50%, может там стоимость пряжи. У вас этой пряжи может и не быть. То есть вам надо, прежде чем приступить к заказу, вам надо сходить и купить эту пряжу. Хотя бы, чтобы у вас на руках была стоимость этой пряжи. И вы, если заказчик в конечном итоге откажется от заказа, вы хотя бы останетесь с пряжей. То есть они, вот это потраченное время, это уже будет вам в убыток. И еще хочу уже, как говорится, когда все это говорено, то есть заказчик вам оплачивает тоже эту стоимость вашего аванса. И я как по себе, я приступаю к вязанию. Я начинаю вязать и регулярно заказчику высылаю процесс своей работы. Вот это, кажется, мелочь, но за это время складываются вот какие-то такие отношения, когда заказчик, да, видит, как продвигается процесс. В это время можно даже внести какие-то небольшие изменения. Но я не скажу, что там крупные. То есть небольшие изменения. можно, вот я, например, вяжу, и уже там смотришь, там резинка, ну, там манжеты. Хотели, например, широкие, они говорят, вот, просят, а можно манжеты по уши? Или наоборот, можно, чтобы там ножки, чтобы у штанишек были подреньше. Вот, то есть, как-то, небольшие недочеты, которые можно выполнить в процессе работы. Я связала, начинаю, то есть, подходит время подбора, там, пуговичек, то я, как правило, тоже заказчику представляю несколько вариантов пуговичек. Или иногда они там сами говорят, вот мы хотим пускать там к белому комбинезону, хотим, чтобы пускай пуговички будут синие. Выполняю их просьбу. Я показываю пуговички, все это потом пришиваю, все это стираю, сушу, и уже показываю заказчику готовую работу. Работу показываю, как, еще раз повторюсь, как с наружной стороны, так и с изнаночной. Все выворачиваю, все показываю, все швы, все там, как говорится, всю горловину, все манжеты. И всегда сразу же показываю мерки, по которым я связала. То есть заказчик видит, что да, если он заказал, пускай, чтобы комбинезон в длину был там 48 сантиметров, да, вот они эти 48 сантиметров. Хочет, чтобы комбинезон, там, чтобы штанишки были с удлиненной резинкой, чтобы резинка была там 5 сантиметров, да, вот эти 5 сантиметров. Я все ему показываю. Все заказчик посмотрел, ему все это понравилось, я непосредственно, то есть все, он мне оплачивает, и я уже отправляю заказ своему заказчику. Только я отправила, сразу же я отправляю номер трека, чтобы заказчик был в курсе и следил за движением своей посылочки. Но, как-то вот хорошо, мне помогает, я зарегистрирована на сайте Почта России, мне всегда приходят уведомления о продвижении посылочки, и когда посылка уже в отделении связи у моего заказчика, я всегда пишу посылку у вас в отделении связи, вы можете уже ее получать. И на этом, как-то наш, наш, когда заказчик получил, он уже посмотрел, оценил мою работу, на этом у нас с ними наш договор, как-то считается, законченным. И по поводу стоимости своей работы. Да, в интернете есть очень много различий калькуляторов, как посчитать. Там есть, вы заходите в любую поисковую систему, забиваете, сколько стоит работа, сколько стоит вязание на заказ, эти калькуляторы появляются, и вы можете воспользоваться там и по метражу пряжи, учитывая различные коэффициенты, и за сложность узора, и за цвет пряжи, и за там какой-либо, как это, детали. Все это конкретно можно говорить. Но, тем не менее, никогда не забывайте, чтобы ваша работа не была вам в убыток. О чем я имею в виду? Давайте, как я и говорила, хотя бы посчитаем на примере шапки. Я вот здесь себе набросал, поэтому буду подглядывать. Например, в любом случае, в любом случае, как я и говорила, что это вязание, это работа, чтобы ваша работа была хотя бы не меньше прожиточного минимума, который у вас в вашем регионе. Ну вот, например, прожиточный минимум у нас в Нижегородской области, я прикинула, пускай будет 12 тысяч рублей. Мы 12 тысяч рублей делим на 20 дней рабочих. Это получается 600 рублей. 600 рублей стоит у нас день. 600 рублей делим на 8 часов, то есть, если бы мы работали на производстве, 8 часов. 75 рублей непосредственно у нас стоит каждый час нашей работы. Берем, вяжем шапку. Ну, шапку, например, я могу связать за 5 часов. Плюс 1 час я, как говорится, прибавлю, это убрать хвостики, это постирать ее, там немного отпарить. В конечном итоге 6 часов. 75 рублей, вот мы умножаем на 6 часов, у нас получается 450 рублей. Это минимальная оплата моего труда. Минимальная, я повторяюсь, не без всяких. Минимальная оплата моего труда. Теперь пряжа. Пряжа. Шапка весит, например, 130 грамм. Но мы покупаем, за пряжу мы берем не 130 грамм, мы же покупаем, пускай моточек по 50 грамм, мы покупаем 5 моточков, 150 грамм. Вот эти 20 лишних грамм, они никуда никому не нужны. Мы же их, не можем из них что-то связать, другое. Раньше у меня вот этих моточков очень-очень много оставалось. Я, например, ребятишкам отдавала, когда они там в садик ходили или в школу, на уроки труда или там вот творчеством они занимались. Я так спокойной душой все это отдавала. У вас эти клубочки в конечном итоге просто-напросто будут лишними. Поэтому стоимость пряжи мы учитываем за количество полных мотков. 5 мотков. Этот моток вам обошелся, например, в 400 рублей. Опять учитывайте, что стоимость мотка не ту, которую вы покупаете, а та в конечном итоге вместе с доставкой. потому что вам же тоже доставку надо как-то моточек, они у вас не по воздуху прилетели и не бесплатно. Это я имею ввиду, если вы заказываете где-то через интернет. Ну, пускай моточек стоит 400 рублей, то есть 3 мотка умножить на 400, это 1200 и плюс 450 рублей это минимальная ваша оплата труда. Получается 1650. Значит, шапка меньше, чем 1650 не может для вас стоить. в эту стоимость, в эту стоимость у нас с вами не входят те затраты, которые мы помимо этого вкладываем. Например, мы же вяжем, включаем свет. Оно незаметно, но коммунальные платежи приходят, когда в конце месяца и мы видим наши затраты. Ту же воду, когда мы стираем, те же моющие средства, которые мы стираем, все это точно так же закладывается, пусть и в небольших количествах, но это должно именно отражаться на стоимости вашей шапки. Не считая бирок, не считая упаковки, сейчас, как оцените времена, когда вы можете просто положить там в целлофановый пакет и отправить. Сейчас упаковка это достаточно дорогостоящее удовольствие, но тем не менее вы отправляете покупателю и в первую очередь, вот когда он открывает посылку, что он видит? Он видит упаковку. Вот что хотите. И вот это первое впечатление и складывается от упаковки. Поэтому стоимость упаковки тоже надо обязательно учесть. Также я бы рекомендовала вам учесть и тот момент, что от стоимости своей работы обязательно откладывайте какую-то часть на непредвиденные расходы. Во-первых, это какие непредвиденные расходы? Это исходный материал. Если бы работали на производстве, то там бы вам там спицы, крючок, там чего-то вам это все купили. А это, если сломается там лопнет леска или сломается крючок или лопнет спица, вам же придется все это покупать. И это покупать не две копейки, стоит это тоже достаточно, как это дорогостоящее удовольствие. Это во-первых. Затем, если вы где-то, например, работали, то там, как правило, предусмотрена социальная защита. Это больничные, это отпуска. То есть, вы заболели, а вам, пускай там за неделю, за две заплатили больничный. А так как вы работаете дома и работаете на себя, если вы заболеете, то вам за это никто не заплатит. То есть, вы просто две недели просидите дома и без зарплаты. Поэтому вот в эту оплату труда, которую вот вы рассчитываете, вы все равно должны делать непосредственно какое-то прибавление, чтобы у вас было как-то спокойствие, что вы заболели, но у вас есть определенная сумма, которую вы как бы себя подстраховали. поэтому вот складывая вот эти небольшие, как кажется, вот эти проценты, но в конечном итоге и высчитывается стоимость уже вашей готовой работы. Ну вот, кажется, я и поделилась своими наблюдениями, своими, как это, вот теми переживаниями, которые я преодолела за свою многолетнюю работу, но если у вас есть желание, девочки, вяжите, потому что вот, да, как бы не тяжело, но вязание, вот, например, для меня это отдушина. Слава Богу, у меня среди моих заказчиков очень добрые и очень отзывчивые люди. Никогда у нас не бывают какие-то недопонимания, даже если есть, мы это все в процессе работы конкретно оговариваем и тогда в конечном итоге я спокойно вяжу, а мой заказчик получает ту вещь, о которой он мечтал. Я вам желаю всего доброго, также жду ваши какие-либо вопросы, ну, от которых вы хотели бы получить от меня ответы. Желаю вам всего-всего самого доброго. До свидания, мои дорогие. До новых встреч. до новых встреч. до новых встреч. до новых встреч. Продолжение следует...